Доброе утро! Сегодня у нас хороший день. И давайте мы начнем его с Библейского совета. В этот раз мы снова говорим о истории развития Первой Церкви. Как мы знаем из Библии, во время своего второго путешествия апостол Павел прибыл в Афины. Этот город был центром мировой культуры. Зайдя в Ариапак, где обычно афиняне собирались и слушали различные новые теории и философские выступления, Павел обратился ко всем присутствующим. Апостол сказал так. «Афиняне, по всему вижу я, что вы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник так называемому неведомому Богу. Всего-то Бога, которого вы не зная чтите, я проповедую вам». После этих слов апостол Павел произнес длинную и обстоятельную проповедь, которую афиняне внимательно слушали. Окончив проповедь, Павел такими словами. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем и повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет правильно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Сегодня, как и две тысячи лет назад, очень много людей готовы слушать различные философские теории. Но вера в Бога – это не философия. Она начинается с покаяния во всех своих реках. И впоследствии, вера в Бога строит отношения человека и Творца. Это то, что Павел пытался донести всем греческим философам. Наш Бог – это личность. Он жив, и Он недалеко от каждого из нас. Сегодня мой вам пастырский совет. Давайте каждый день в своих сердцах искать живого всемогущего Бога. Спасибо, что вы это утро с нами. Встретимся завтра. И помните, милость Божья обновляется над вами каждое утро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова